Бронхит. Если такой диагноз ставят ребёнку, что должны сделать родители? Как лечится это заболевание, чем оно опасно и можно ли от него защититься? Мы будем говорить об этом сегодня. В студии у нас Оксана Родионова, врач-педиатр клиники современных технологий. Оксана Халовна, здравствуйте. Здравствуйте. Вообще, когда ребёнку ставят диагноз бронхит, наверное, само слово такое пугающее, что это за заболевание? Ставят сразу же бронхит, родители сразу же начинают, что делать, антибиотики назначайте. Но нет, бронхит – это всего лишь воспаление бронхов. И вызвано чаще всего респираторно-вирусное заболевание. Получается, вирусами. А вирусы у нас не лечатся антибиотиками, поэтому здесь сразу же отпадают. Антибиотики мы не назначаем. Получается, чаще всего вызывают вирусы, так как и вирус парагриппа, РС-вирус, риновирусы и коронавирус, который у нас сейчас тут бушует. И 10% только – это бактерии. И в основном это дети до 5 лет, дети до месяца жизни. Это маленький процент. Это мекоплазма, хламидия. Поэтому сразу же говорить, что бронхит поставили, доктор выслушал хрипы, и нужны антибиотики? Нет. Доктор не назначит. Судя по всему, Оксана Михайловна, вы начали как раз-таки с той проблемы, которая часто с того заблуждения, которое, может быть, мы знаем об этом заболевании, но на самом деле это неверно. Но вот, как вы сказали, правильно ли я поняла, что бронхит чаще всего возникает уже как осложнение вирусной инфекции? Или не всегда? Бывает, что вирусы любят, у нас, например, риновирус, любит нос. Да, рина – это нос. Но он также любит и слизистую бронхов. Поэтому если началось что-то там, сопли, как мама говорит, сопли, а через доктору пришли, послушали, ничего, а через 4 дня у нас там хрипы. Это что у нас там? Сопли стекли вниз? Нет. Это просто вирус любит у нас слизистую такую. Поэтому в динамике мы говорим прийти через 3-5 дней, посмотреть, как у нас с вами динамика заболевания. Поэтому никто никуда не спускается. Это у нас с вами клетки работают, выделяют слизь на этот вирус. Поэтому заблуждение здесь вот неверно. Поэтому это не осложнение вируса. Это вот вирусы сами такие любят у нас там находиться. Бронхит – это всегда кашель или нет? Бронхит, да, это всегда кашель. И, в общем-то, это тоже такой симптом, что если ребенок кашляет, это повод? Повод сразу же обратиться к доктору, чтобы доктор послушал. И говорю, это не всегда то, что бывает. О, это сопляной кашель, есть такое понятие у родителей, да. Но приходят – нет, это у нас с вами в легких, да, случилась авария. Ну, есть же еще и природа аллергическая у бронхита, или это прямо отдельная тема бронхита? Да, это отдельная тема, потому что это маленький процент тоже заболеваемости. Там абструктивный бронхит, гиперабструкция, да, это тоже маленький процент. Не такой большой, как теология вируса. Но вообще, вот если говорить о бронхите, это все-таки чаще острое заболевание, или оно может быть и хроническим? Острое заболевание может быть, да, это у нас возникает, вот, случилось заболели. Бывают рецидивирующие бронхиты, да, два-три раза в год у нас с вами. И есть хронический бронхит, но это ставится детей очень редко. Это повторяющиеся бронхиты в течение двух лет. Ну, практически оно не встречается у нас. А вообще, вот, насколько я знаю, часто доктора говорят, что вообще кашель – это хорошо. Ну, вот я слово «хорошо» сейчас беру в кавычки, да? Ну, вот объясните, пожалуйста, почему кашель – это хорошо? Кашлять – это хорошо. Поэтому, когда пациенты приходят на прием, и я вижу, ребенок не кашляет, он начинает сдерживать, да, этого ни в коем случае делать нельзя. То есть это какая-то такая реакция организма, которая важна, да? Да, да, получается. Это защитная реакция. Организму нужно от чего-то избавиться. От чего? Это обилие секрета, которое выделяется в бронхах. Значит, нужно от этого избавиться, не надо противиться. И не надо, там некоторые говорят, нужно там препараты, нужно, потому что мы же кашляем. Погасить кашель, да? Да, да, да. Не всегда это надо. Достаточно он сам покашляет, и все пройдет. Надо что, побольше пить ап, влажность соответствующая, да, побольше гулять на улице, да, и все это проходит самостоятельно. Ну, вот еще различают кашель сухой, кашель влажный. Это тоже о чем-то говорит врачам, да, и не только врачам. Да, но в начале заболевания всегда сухой кашель, редко бывает, что влажный кашель, да, это может быть обструкция, это может быть тяжело, да, там уже пневмония. Но, как правило, это сухой кашель, через там три дня он влажный становится. Немножко приглушается, и мы слышим, да, ту слизь, которая образуется из-за действия вирусов, да, ничего страшного в этом нет. Пришли, доктор послушал, сказал, хрипов нет, все у вас простое, банальное ОРВИ, и все, идите. А если доктор выслушал хрипы, он просит, чтобы покашлял, малыш, если он покашлял, и хрипов мы не слышим, тоже говорю, замечательно, идите кашляйте дальше, побольше питья, гуляйте, и все хорошо будет. То есть такое пожелание, идите кашляйте, и все у вас хорошо, это нормально? Да, это нормально кашлять, это нормально, надо пугаться. Вот если ребенок не кашляет, и доктор выслушивает картину не очень хорошую в легких, то это сложнее, да, вот это, нужно вызывать кашель. Особенно у маленьких детишек до года, у них дыхательная система плохо развита, слабая дыхательная мускулатура, да, и он не может сильно откашлинуть. Здесь помощь маминой руки уже. Стучим, прыгаем, что угодно делаем, но надо сделать так, чтобы ребенок покашлял. Ну, если подводить такие небольшие итоги, говоря о бронхите, ну, вот первое, с чего мы начали, не бежим хвататься за антибиотики, и даже, скорее всего, антибиотики не подходят. Кашлять это нормально и хорошо. Бронхит это всегда кашель, в общем-то, да, и он должен быть. Вот если говорить о сроках лечения, как долго может длиться это заболевание, насколько настраиваться родителям? Ну, это же ведь вирусное заболевание, поэтому течение 7-10 дней, если оно не осложненное, да, если мы ничего лишнего там не придумали, не назначили, обычно родители же ведь что, сами начинают лечение, аптечку купили большую, мы пришли то-то-то, выпили, что нам делать, а пришли они нам с вами на седьмой, на пятый день, и у доктора что остается, да, в динамике, да, еще мы с вами неделю, 7-10 дней наблюдаем, что вы везде из того состояния. Поэтому, если не вмешиваемся, 10 дней это минимум. Ну, а если вмешательство, то, конечно, только с помощью врача. Удлиняется, да, если родители сами вмешиваются. Ну, и если мы говорим о профилактике бронхита, то что важно тоже знать? Есть ли тут какие-то особые меры? Ну, профилактика, да, ну, вирусных, это сейчас уже все знают, да, что нужно руки мыть, нужно, ну, мы рекомендуем, конечно, в период заболеваемости нос промывать солевыми растворами, да, потому что все у нас проникает через слизистую носа, даже банально вот этот триновирус. Поэтому пришли с общественных мест, да, однократно, да, промыли нос, можно горло прополоскать. Ну, это что без фанатизма, да, никакими антисептиками, только солевой раствор. Обычно банальный там какой-то антисептик, да, они считают, что это ничего безобидного, совершенно не так. Да, вот мы с развитием фармацевтической промышленности, да, мы становимся такими умными, беру это слово опять-таки в кавычки, да, и приносим иногда больше вреда, чем пользу. То есть иногда не вмешиваться, обратиться к специалисту, это самый верный шаг. И вот мой следующий вопрос, куда обратиться, да, куда вы можете пригласить наших телезрителей? Ну, наша детская поликлиника находится на Широнова 8, корпус 3. Это клиника современных технологий? Да, клиника современных технологий, да, будем рады всех видеть. Спасибо, Оксана Михайловна. У нас в студии была Оксана Родионова, врач-педиатр клиники современных технологий. Мы говорили об архите и детей. Продолжение следует... Продолжение следует...